Двое туристов погибли на Приполярном Урале. На них сошла снежная лавина. Произошло все еще 2 апреля на базе Озерное. Это в 100 километрах от Печоры. Но известная трагедия стала только в минувшее воскресенье. Так, всего в группе было три человека, один выжил. Что стало причиной трагедии, расскажет Александр Карепин. Вот та самая лавина, которая накрыла туристов. Ее длина более километра, ширина 800 метров. Под таким снежным завалом выжить практически невозможно. Почему туристы оказались в этом месте, да еще и в такие погодные условия, предстоит разобраться. Все, что известно сейчас, туристы из Пермского края. Свой маршрут они начали 31 марта на снегоходах. Заехали со стороны Печоры, далее выдвинулись к Коронецкому перевалу, затем к базе. Первоначально была озвучена одна причина гибели. Якобы виноваты они сами. Катались на снегоходах у подножья склона и подрезали снежный покров. Получается, по имеющейся информации, сошла на реке Озерной, то есть в заповедной зоне, куда в принципе заезд запрещен. Группа туристов выдвинулась туда, по имеющейся информации, для съемок видео. Сошла доска длиной около километра и засыпала туристов. Один участник группы сумел выбраться, двое, к сожалению, туристов погибли. Позже появилась другая версия ЧП. По ней гости из Перми не подрезали снежный покров, а лавина сошла сама собой. По словам опытных туристов, на это могли повлиять погодные условия. Сейчас еще самый максимальный вообще уровень снега. Апрель, начало апреля, он очень тяжелый. Я вернулся буквально тоже три дня назад. Северный Урал, он немножко пониже. Он немножко пониже приполярного, но даже там снега очень много. Под склонами где-то по два метра, даже больше двух метров мы измеряли. То есть это... и он очень тяжелый. Образуется наст, корочка, солнце, ветер, осадки. Вот сейчас были тоже. Может, это все факторы, все сложилось прям, ну, очень негативно. Сложилось очень много факторов, мне кажется, в данном случае. И, к сожалению, вот такой случай произошел трагический. Единственный выживший – мужчина 77-го года рождения. Спасло его то, что он двигался на снегоходе чуть впереди своих товарищей. А потому лавина зацепила его только краем. Турист смог выбраться самостоятельно. Однако остальным участникам группы помочь не удалось. Темнело, а все снаряжение оставалось у погибших друзей. Вот почему мужчина сначала отправился на базу, провел там ночь, а уже на утро вернулся на место схода лавины, чтобы продолжить поиски. Своих товарищей он смог отыскать, правда, уже бездыханными. После чего отправился на базу с ними. Уже позже другая тургруппа, которая также находилась в горах, вызвала спасателей из Печоры. К настоящему времени известно, что туристы имели разрешение на посещение территории парка, и все они являлись жителями Пермского края. Впрочем, в самом нацпарке отмечают, заезд именно в то место, где произошел сход лавины, был запрещен для туристов. И всех троих пермяков об этом проинформировал еще во время движения к базе «Озерной» один из инспекторов ЮГ-2. Почему тургруппа все же отправилась в сторону опасного участка, будут разбираться следователи. Тем временем опытные туристы отмечают. Именно оценка рисков – это первое, что должна сделать тургруппа, прежде чем отправиться на один из склонов. В первую очередь нужно оценивать склоны, это визуальная оценка, насколько они лавиноопасны. Крутизна склона, толщина снежного покрова – это все, в принципе, тоже визуально определяется. И в своем маршруте нужно избегать таких явно лавиноопасных склонов. Ну, если по-другому маршрут не может быть проложен, то предпринять меры безопасности для преодоления лавиноопасного участка. Но были ли предприняты эти меры? Даже связи у туристов из Перми не было. В нацпарке усиливают контроль за теми, кто сейчас в горах. Здесь опасаются повторения трагедии. На данный момент, да, мы едем туда на территорию, в том числе и для контроля, чтобы туристы, посещающие территорию национального парка, не отклонялись от маршрутов заданных. Потому что, видите, у нас маршруты, которые проложены по парку, они в более безопасных местах проходят. Это, еще раз говорю, большая трагедия, но едем тоже, в том числе, ради инспекции. Тела погибших уже доставлены в Печору. Здесь будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Она позволит узнать, что стало причиной смерти погибших. Одновременно следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Александр Карепин, Павел Люлянмин, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрген, Сыктывкар.